Дневной разворот Это все обсуждалось на этой неделе в Государственной Думе, где прошли парламентско-общественные слушания на тему совершенствования пенсионного законодательства. И вот мне бы хотелось прежде всего формат понять. Парламентско-общественные слушания – это значит, что принимали участие не только депутаты Государственной Думы и представители законодательных органов, законодательной власти из регионов. Да, действительно, это впервые проводилась такая форма совещания с общественностью в Государственной Думе, что говорит о важности законопроекта, который обсуждается и задевает интересы почти каждого человека. Более 600 человек обсуждали на этих парламентско-общественных слушаниях данный законопроект и съехались туда представители законодательных собраний субъектов Российской Федерации, представители профсоюзных организаций, также правительство Российской Федерации, профильные комитеты, Государственные Думы, Советы Федерации участвовали в этом. Представители гражданского общества, общественных организаций и политических партий тоже представляли там свои точки зрения. А мне интересно, кто-нибудь был из общественной палаты Кировской области? Да, конечно. А, из Кировской области, нет, общественную палату на уровне Федерации у нас представлял Фадеев. Фадеев сам был секретарем и выступал. Ну, я могу сказать, что приглашения-то были членами общественной палаты, но просто поскольку-то люди едут за свой счет, то, в общем, в Москве достаточно много мероприятий, хотя вопрос обсуждался на общественной палате Кировской области, и мы свои предложения посылали в Федерацию как раз. Видимо, Фадеев их представлял. Да, Фадеев, когда выступал, естественно, что он базировался на тех обсуждениях, которые в регионах уже прошли на региональных общественных палатах и доводил точку зрения уже обобщенную. Вот что касается общественной палаты, все-таки она действительно представляет, мы сейчас о спикерах поговорим, да, о чем люди говорили, все-таки общественная палата Российской Федерации действительно представляет точку зрения и НКО, и просто там активистов, и неактивистов, кого угодно, да, это такой хороший срез. Мы, когда писали свои рекомендации, было очень много критических замечаний. Общее мнение общественной палаты вот какое? Что озвучил Фадеев? Фадеев, первое, концептуально общественная палата поддерживает законопроект о том, что необходимость его принимать эти изменения в пенсионное законодательство уже сейчас назрела, это никто не оспаривает. Кроме того, он озвучил, что поступило 27 предложений, они конкретные, они переданы в общественную, в ту группу, которая создана при Государственной Думе, и эти предложения будут рассматриваться предметно, уже не для того, чтобы их преобразовать, а в конкретные изменения, в закон, поправки, да, конкретно, чтобы они уже выглядели таким образом. То есть 26 конкретных предложений, это немало, это немало. Он не озвучивал их конкретно, потому что говорил общее впечатление, как бы, его замечание было в том, что слишком поздно запущено обсуждение этого законопроекта, это правда, с этим соглашаются все, что должна была проделана в начале работа о том, что предстоит, а потом уже конкретно приступать к процедуре изменений в этом законопроекту. И вот сейчас у меня вопрос, вы сказали, Фадеев сказал, перемены назрели, и их надо воплощать вот сейчас немедленно. Не было предложений, звучали предложения отложить каким-то образом эту реформу как раз, чтобы пока вести подготовительную работу, понимать, как это будет потом все действовать и прочее. То есть это вот точно будет в сентябре. На парламентских слушаниях, вот на этих общественно-парламентских слушаниях удалось выступить более 20 представителям и вот разных групп социальных. 4,5 часа обсуждали. 4,5 часа. И большинство выступающих все-таки говорило о том, что откладывать изменения в пенсионное законодательство нельзя. Хорошо, а давайте мы отложим. Мы, которые говорили, что уже 10 лет назад, действительно, Худрин, когда выступал, он сказал, что уже 10 лет назад нужно было обязательно это сделать. А почему нельзя откладывать? Потому что очень благоприятная ситуация складывается в плане, ну, как сказать, наверное, социальное. Потому что в ближайшие годы, в том числе и в Кировской области, эта тенденция намечается, что на пенсию будет выходить людей больше, чем приступать к работе. Соответственно, рынок труда у нас не получит такую сильную нагрузку, которую мог бы получить, если это делалось в какое-то другое время. А, ну, вот эти демографические волны, да? Да, у нас сейчас безработица находится не на 1,2%. Это один из самых низких уровней, да, в Привозском даже округе, если брать по Кировской области. И вот если мы это сделаем своевременно, уже с 2019 года, то цифры, которые приводил Пасынков Николай Владимирович, выступая на законодательном собрании Кировской области, он как раз называл цифры, что примерно 7 тысяч человек в 2019 году выходят на пенсию, а приступают к работе 5 тысяч рабочих. То есть есть 2 тысячи рабочих мест, которые кто-то может занять. Да, у нас же есть какая-то проблема о том, что нам нужно повысить эффективность труда. И в то же время у нас могут высвобождаться люди предпенсионного возраста, которые будут искать себе работу. И, соответственно, работодатели могут подвести их к увольнению. И если у нас будет расти безработица, то каким образом нам решить вот эти проблемы? С одной стороны, увеличить пенсии тем, кто уже находится на них, чтобы выплаты были больше. И с другой стороны, повысить эффективность труда. Вот это как раз ситуация, которая раскладывается сейчас в обществе и поможет, во-первых, трудоустраивать пенсионеров, что выбора у них будет больше не пенсионеров, а людей предпенсионного возраста. Выбора у них в профессии будет больше. И они, соответственно, не пострадают в этом случае очень сильно. И с другой стороны, работодатели не будут обязаны кровь из носа удержать на работе тех, кто выработал себя и не может выполнять тот или иной уже вид труда. А вот мне-то как раз бы хотелось, чтобы люди предпенсионного возраста имели возможность, если они справляются со своими обязанностями, оставаться на своем месте. Потому что для человека в возрасте 55-60 лет это все равно стресс. Новый коллектив, новое место, новые обязанности – это стресс. Я же сейчас и сделала оговорку, что те, кто не выработали уже свои силы и могут продолжать эту работу, значит, их это не касается. Это касается только тех, кто почувствовал, что в этом виде деятельности у него уже не хватит физических сил выполнять ее так эффективно, так качественно, как он делал это ранее. Мы сейчас говорим о том, о чем говорили многие эксперты, и, наверное, вы, может быть, подтвердите мои слова, что если мы отбросим самый ключевой момент, за что мы критикуем пенсионную реформу, это не ее несвоевременность, не хочу говорить слово отвратительное, но категорически недостаточная подготовка. Вот информационная работа и подготовка, которая сняла бы очень многие предложения, которые сейчас посыпались, вот то, что они говорят… И очень короткий переходный период. Вот то, что Аня говорит, очень важно было заранее запрограммировать, куда пойдут эти люди, как они будут дообразовываться, если они меняют работу. Понятно, что все равно снижается производительность труда, как обеспечить комфортное для условия существования вот этих людей, продленного пенсионного возраста на работе, и работодателя, чтобы они не страдали, да, потому что ты теряешь эффективность работы, снижается, опять же, работоспособность, меньше доходы. То есть вот эти все проработки. И пошли-пошли предложения на этой встрече, на которой вы были, четырех с половиной часовой, которую вот проводил Володин, да, Вячеслав Володин, глава Думы. Давайте по этим предложениям, мы не можем все, Фадеев одни только 26 озвучил, но давайте по ним по ключевым пройдемся, и я предлагаю сейчас… Докладчиком, наверное, да? Да, я, наверное, сейчас предлагаю… На перерыв? Давай мы с тобой свои предложения не будем. Хорошо. Мы их высказывали многократно в эфире, мы выслушаем предложения, которые некоторые, все не сможем, которые были озвучены, может быть, какие-то уточняющие вопросы зададим, просто чтобы задуматься, да, а что там было. Сейчас перерыв на полминутки, и по предложениям пройдемся. Мы продолжаем наш эфир, и у нас в гостях Галина Буркова, председатель комитета по социальным вопросам законодательного собрания Кировской области. Очень горячий комитет всегда был, а сейчас в свете предстоящей пенсионной реформы тем более. Огромная нагрузка, Галина Игоревна, не знаю, поздравить вас с этим или посочувствовать, но тут уж никуда не денешься, мы каждый день обсуждаем практически пенсионную реформу и напоминаем, что 23 августа в Москве были проведены парламентско-общественные слушания на тему... 21 августа, позавчера. Почему у меня дата стоит? А потому что это сегодня, 23 августа, эфир. Спасибо вам, спасибо, что вы мне написали 23, а не 21. Ладно, 21, тем более уже было время, чтобы переварить кое-что, что было там сказано. Итак, парламентско-общественные слушания в Думе. Вел это мероприятие, все длинное, 4,5 часа, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Было много докладчиков. Сколько человек, вы говорили, 20, да? Да, где-то около 20 человек смогли выступить. Многие не успели выступить, потому что каждый нарушал регламент выступающий. Хотелось высказаться как можно больше. И это подчеркивает, что горячие очень тема важная. Конечно, и поэтому те люди, в том числе и я, кто не успели выступить, свои предложения отдали в рабочую группу, которая будет над ними работать. Давайте мы сейчас пройдемся по ключевым предложениям. Ну, примеры приведем, те, что прозвучали, и обязательно потом перейдем к тем предложениям, с которыми вы приехали от Кировской области. Итак, что там вот мы услышали от докладчиков, которые выступали? Ну, я бы еще начала с того, что о необходимости проводить сейчас изменения в пенсионном законодательстве, в том числе, например, и Кировской области. Мы знаем, что тот пенсионный возраст, который установлен сейчас и действует, это 55 для женщин и для мужчин 60, общий пенсионный возраст, был установлен в 1956 году, тогда у нас было на одного пенсионера 5 работников. В 70-е годы у нас уже соотношение было там, на одного пенсионера 3 работника обеспечивали его пенсию, и на сегодняшний день мы пришли к тому, что по Российской Федерации на одного пенсионера 2 работника. Но эта ситуация, эта статистика, математические цифры, в Кировской области у нас, к сожалению, еще хуже ситуация, у нас 409 тысяч пенсионеров и 400 работников, которые отчисляют средства в пенсионный фонд. То есть у нас работников меньше, чем пенсионеры? Да, у нас еще получается чуть-чуть меньше. Ну, если брать, ну, почти один к одному у нас получается. И те затраты, которые идут на то, чтобы выплачивать пенсии, они, к сожалению, пенсионный фонд Российской Федерации не справляются. И даже вот Николай Владимирович Пасынков, когда перед нами выступал, он называл цифры 78 миллиардов рублей в Кировской области требуется на то, чтобы ежегодно, для того, чтобы выплатить эти пенсии пенсионерам. И только 35% мы обеспечиваем работающие в Кировской области, отчисляя страховые взносы работодателей, обеспечивают вот эти выплаты. Все остальное поступает к нам в виде трансферта из правительства Российской Федерации, из пенсионного фонда Российской Федерации. Но это, наверное, не только в Кировской области, это, наверное, во многих регионах такая красивая. Да, и выступающие вот на этих общественных слушаниях, в том числе и Кудрин, это подчеркивал и Топилин, министр труда, говорил о том, 3 триллиона рублей необходимы трансфер для того, чтобы закрыть эти... Дыры, дыры финансовые, да? А 3 триллиона рублей, это оказывается доходная часть 65 субъектов Российской Федерации. Это бюджет годовой 65 субъектов Российской Федерации. Именно 3 триллиона рублей тратится на то, чтобы вот у нас существовало образование в том виде, в котором оно существует, и чуть меньше там тратится на здравоохранение. То есть это огромная цифра. И эти средства, соответственно, если сейчас пройдутся соответствующие изменения пенсионного законодательства, и мы сможем уменьшить перечисления из бюджета Российской Федерации в пенсионный фонд, то на эти средства, соответственно, будут строиться школы, больницы, детские сады, решаться социальные вопросы будут. И, естественно, при этих изменениях и пенсия пенсионеров, самое главное, ради чего это затевается, увеличится. И с 2019 года по 2024 год она будет создавлять 20 тысяч. Галина, вы нас не агитируете. Вот что я вам хочу сказать. Можно я скажу? Я долго молчала. Хорошо, Аня. Прости, пожалуйста. Вы нас не агитируете за пенсионный возраст. Мы уже тут выслушали очень много мнений и пенсионного фонда, и всех кого угодно, почему это делается, какое у нас состояние. Это как бы мы-то с Аней вообще готовы до гроба, наверное, работать на радиостанциях, тем более, что нас никто не видит, как мы стариться будем, тоже не увидят. Это я шучу сейчас. Но почему я перебиваю? Потому что, когда нам звонят слушатели, они говорят, нас вообще услышали люди. Наши предложения, которые мы тут вам в эфир передавали, нас услышали, их передали куда-нибудь, их обсуждали где-нибудь. И вот на этом совещании, на парламентско-общественных, вернее, слушаниях, не совещаниях, а дискуссии всё-таки, вы говорите, что люди время даже своё передерживали, потому что очень горячая, очень волнительная тема, и озвучивали свои предложения. Всем было что сказать. Давайте мы по предложениям я настаиваю. Хорошо, давайте по предложениям. Просто я же не знаю, что до этого обсуждалось. Поверьте, у всех людей, люди знают то, ради чего это будет. Далина, не волнуйтесь, мы об этом говорим. Хорошо, по предложениям. Я вот даже для себя выписала, чтобы быть краткой. Да, вот это очень важно. О чём говорили? Во-первых, предлагают повышать пенсионный возраст, выступающие не в год по году, а в год по полгода. Ну, условно говоря, раз в два года. Растянуть получается, да? Да, растянуть получается. Переходный период. Соответственно, выйти на то, чтобы подписать всё-таки ту конвенцию Международной организации труда, где от утраченного заработка люди должны получать не менее 40%, а задача стоит не только 40%, потому что, если взять среднюю заработную плату по экономике у нас в Кировской области, она у нас 26 922 рубля. 40% — это не так уж много от утраченного заработка. А Кудрин вот сказал, что наша цель — это 60-70% от заработка, чтобы у нас было... И контрольно-счётная палата говорит, что это возможные цифры и правильные. Да, он говорит о том, как раз, что нужно к этому стремиться, и мы к этому и будем стремиться. Так, предлагают также, но это поправки уже в другие законопроекты, не тот, который обсуждается, но тем не менее, что вопрос должен решаться комплексно и вноситься изменения. И те законопроекты, которые регулируют социальные вопросы по занятости людей, вот эти тоже вопросы, они должны решаться по здоровью тоже самое. Слушайте, вот я тут... Председатель комитета. Я бы почитала из вас выдержку, простите, процитирую вас, Галина Игоревна, но вот как раз, да, вы начали об этом говорить, а я внедрилась. Вы пишете, что понравилось выступление Дмитрия Морозова, председателя комитета Госдумы по охране здоровья, и он подчеркнул, что изменения в обществе должны носить комплексный характер буквально на уровне переосмысления системы отношений к людям, здоровью, образованию, культуре, труду. Я прям подписываюсь под этой фразой. Я подписываюсь и говорю то же самое. А я бы очень хотела все-таки конкретики. То есть вот эти люди пенсионного возраста тогда, сейчас, а тогда предпенсионного, с точки зрения медицины еще чего-то, их смогут обеспечить? Там, условно говоря, один день в месяц они имеют право уйти с работы, чтобы пройти какие-то медицинские процедуры, да? Вы немножко прервали мои предложения. Вот как раз одно из предложений, это дополнительная диспансеризация, что, во-первых, люди предпенсионного возраста имели возможность не как сейчас раз в три года проходить диспансеризацию, а именно закреплено за ними право уходить с работы и провести ее один раз в год. Вот это тоже закреплено. Кроме того, есть предложение о дополнительном отпуске для людей предпенсионного возраста. Оплачиваем дополнительном отпуске, чтобы это право у них тоже было. С длительностью? Пока не определено. Да, это уже конкретика. Это будет зависеть от отрасли тоже. Ну, здесь пока говорится в целом, а там уже детали будут обсуждать, наверное, в этой рабочей группе, которая и создана при Государственном доме. Я вам скажу, что сегодня будет совещание в Общественной палате Кировской области, это как раз комиссия по здоровью, да по здоровому образу жизни, совещание посвящено доступности санаторного лечения для пенсионеров. Обсуждался этот вопрос о том, что нужно усилить гериатрическую службу, обязательно выделить дополнительные средства, чтобы развивалась гериатрическая служба. Кроме того, самое важное, что уж задевает каждого, это уменьшение вот этого количества женщинам предлагается на 8 лет, предлагается все-таки уменьшить до 5 лет хотя бы повышение пенсионного возраста. Я за, конечно. Мы все за. Кроме того, было еще одно предложение о досрочном выходе на пенсию тех людей, которые выработали определенный стаж. Если до этого правительство выносило предложение для мужчин 45 лет, а для женщин 40, то сейчас такое предложение внесла его Единая Россия. Для мужчин, если они вырабатывают 42 года, то они имеют права выйти досрочно на пенсию. То есть не в те годы, которые выросли ему там в 61, в 19-м году. Не в 65, а пораньше. Да, в 61 ему надо выходить, то он может 59, получается. И так дальше получается вот это предложение по выходу досрочному. И еще, если человек предпенсионного возраста вдруг оказывается без работы, и при помощи службы занятости он не может себе в течение года найти работу, чтобы тоже закрепить за ним право досрочного выхода на пенсию. И еще один момент. В течение всего года, да? Даже вот такой короткий срок дают. Да, он должен искать в течение всего года вот эту работу вместе со службой занятости. И если подходящей работы для него не нашлось, по его квалификации, по его состоянию здоровья, у него должно быть обоснованное право выйти досрочно на пенсию. Самое главное, что еще нужно прописать, это выходы вот эти на досрочную пенсию, как они скажутся на финансовом обеспечении пенсионера и на сумме той, которую ему в итоге насчитают. И предложение, с которым я собиралась и выступить, я хотела предложить, чтобы вот при таком выходе досрочном на пенсию уровень его обеспечения был равен не той пенсии, которую он бы получил, если он действительно доработал до своего пенсионного возраста, а уменьшенный вариант, но он равный, должен быть прожиточному минимуму пенсионера. Не меньше. Давайте так говорить, не равный, а может быть не меньше. Не меньше, да, но если скажешь, что вот, например, что он должен таким быть, то многие, может быть, и будут пытаться выйти досрочно на пенсию. Вот, я как раз хотела сказать, что спекуляции могли бы возникнуть. Вот тут должна быть справедливость, должна быть, и поэтому, и кроме того, если человек все-таки встает предпенсионного возраста на безработицу вынужденно, то и уровень выплаты вот этого пособия должен быть совершенно иной, не тот, который сейчас, а он тоже должен равняться прожиточному минимуму пенсионера. А сейчас у нас в Кировской области, по-моему, 7800 с чем-то, с копейками. Вот такой уровень. Мне тоже, надо сказать, не очень большая сумма. Потому что у нас с 2009 года он не повышался. У нас максимальный уровень пособия по безработице 5000 с небольшим, а минимальный 800 рублей. Соответственно, на эти деньги вообще не проживешь. Но если мы говорим тут, то все-таки какая-то социальная справедливость устанавливается. Вот одно из этих предложений. Из каких еще тут можно было назвать? Галина Игоревна, еще смотрите, вот это широко очень обсуждается, вопрос сохранения льгот. Те льготы, которые существуют для пенсионеров в разных регионах, они разные. Где-то, как в Москве, бесплатный проезд, где-то еще. Помните, да, поднимался вопрос. Сохранить возраст наступления вот этого льготного периода на нынешнем уровне. То есть у женщин в 55, у мужчин в 60. Вот то решение, которое принял Президиум Генерального Совета Единой России, как раз закрепил одно из предложений о том, что региональные льготы для пенсионеров сохранить на том уровне, которые были, ни в коем случае не уменьшать. Это, как вы озвучили, женщин в 55, мужчин в 60 лет. Несмотря на то, что пенсия им еще не начисляется. У нас региональными льготами основными является налог на имущество по одной квартире не платят. Если у тебя два жилых строения, то за одно жилое строение они не платят. Это 6 соток земли не облагается налогом. Так что у нас еще и транспортное средство тоже не облагается для пенсионера. Одно транспортное средство не облагается налогом. Ну проезд у нас еще льготный есть у пенсионеров. Вот эти льготы, проезд и коммунальные услуги у тех, у кого уровень дохода. Поэтому вот эти региональные льготы, предложения сохранить именно с того возраста, с которого они были и в 2018 году, чтобы не ждать выхода на пенсию. Ну понятно, что это все-таки нагрузка на региональный бюджет. И федеральный бюджет не требует никаких финансовых затрат по этому поводу. Наверное, придется рассматривать. Такая рекомендация есть. А помогать федеральный бюджет готов регионам в этом случае или нет? В этом случае нет. Или это пока не обсуждалось? В этом случае нет. То есть это на себя берет ответственность регион. Можно я уточню? Вот это было предложение от Законодательного собрания Кировской области? Это было предложение от Законодательного собрания, но закреплено теперь предложением политической партии Единая Россия. Единая Россия вся по всей стране это предложила сохранить. И уже где-то тут передо мной решит решение Генерального совета, где четко сказано, что поручить фракциям Единая Россия в основном в региональных законодательных собраниях принять это, обсудить и закрепить это решение уже. На уровне региона. На уровне региона. Прервемся сейчас на полторы минуты и послушаем, а что же говорили другие партии. Единая Россия это одно из предложений, а что говорили другие партии. Продолжаем разговор. Пенсионная реформа будет обсуждаться еще очень долгое время. И даже если и когда будет принята она окончательно, все равно еще будет очень много обсуждений, доработок. Она будет обкатываться, будет смотреть на результаты. А сейчас мы беседуем с Галиной Бурковой, председателем комитета по социальным вопросам Законодательного собрания Кировской области Галина Игоревна была 21 сентября. Господи, да что же с нами сегодня так... А потому что мы заговорили о сентябре, что будет второе слушание по пенсионной реформе. Да, вот буквально 21 августа в Госдуме состоялись парламентско-общественные слушания на эту тему. Там были партии, там были общественные деятели, там были министры. Собирались предложения со всей страны, 20 докладчиков. Естественно, мы по всем предложениям пройтись не сможем, потому что около ста их в итоге было направлено и принято. Поправок, да, в закон... Он принят закон о проекте в первом чтении, во втором будет обсуждаться в сентябре. Да, поправки, и еще они продолжают собирать эти поправки дальше. И до сих пор продолжают. И предложения, да. Вот на самом деле очень важное и интересное предложение, которое прозвучало и которое инициировали и приняли в итоге депутаты от «Единой России», это сохранение льгот, которые действовали у нас с 18-го года, в том числе пенсионеров в регионе. Региональных. Региональных льгот оставить на том же возрастном уровне, что были, да, несмотря на... В том же объеме, на том же возрастном уровне. И уже даже распоряжение такое дано, да, насколько я понимаю, предложение. Предложение от политической партии, фракция. Ну, так как в большинстве законодательных собраний... Мы знаем, что это такое, да. Оно примется. В большинстве и является, то оно и примется. Это принципиальная позиция, собственно говоря. Партии разные мнения высказывали. Мы знаем, что справедливоросы настаивали на то, чтобы была отложена вообще пенсионная реформа. Ну, не только справедливоросы. И не только они, и ЛДПР, насколько я понимаю, и коммунисты тоже. Совершенно верно. Вот скажите, сейчас они тоже участвовали в обсуждениях, а по-прежнему настаивают принципиально только на отмене, переносе? Или пошли какие-то предложения все-таки уже и поправки к тому, что было принято? Вот впечатление моё об участии в этом мероприятии. Она, конечно, уникальна. И уникальность его как раз за счёт того, что абсолютно всем политическим партиям была предоставлена трибуна, и они встретились на одной площадке. И имели возможность высказать свою точку зрения в присутствии других политических там своих оппонентов. Кроме того, уникальность этого мероприятия в том, что наряду с политическими выступлениями были экспертные выступления профессиональных экспертов, в том числе научного сообщества, в том числе высшей школы экономики, где цифры, расчёты, предложения, в том числе таких серьёзных гражданских институтов, как общественная палата, как счётная палата, где тоже всё положено в цифры, в расчёты, где каждое предложение или мысль, она подкреплена определёнными аргументами, серьёзными, солидными. Что касается выступления наших политических лидеров, мне интересно было послушать, конечно, выступления и Зюганова, и Жириновского, и Миронова. Неверова, конечно, я знакома была с этими предложениями, которые накануне за день были выработаны, я уже сегодня о части из них говорила, но, к сожалению, такое впечатление, что это было выступление для того, чтобы повысить какие-то свои политические... — Популистские? — Да, и популистские в том числе, для того, чтобы повысить свои политические рейтинги какие-то. А Макаров, председатель комитета по бюджету, когда обсуждали, и у него было право выступить, он выступал, сказал, что... — Андрей Макаров, да? — Мы сегодня выступаем, да, и говорим, и обсуждаем очень важный общественный договор, который заключается с людьми... Вот последний раз он заключался в 1956 году. Мы сейчас его заключаем не на два, не на три года, а, может быть, на 50 лет вперёд. И, конечно, серьёзность обсуждения, и подход к обсуждению должен быть очень серьёзным. И вот наши амбиции, как и кому, сколько набрать свой там политический рейтинг, они должны уйти совершенно в другую сторону. Первичным должно быть то, что мы сегодня с вами решим на перспективу очень долгосрочную. И по этому нашему обсуждению, потому что мы примем, будут жить другие уже поколения. А то, что необходимо некоторым лидерам удержаться и удержать свои рейтинги, и какие-то бонусы политические, это неверно. И вот выступление как раз, к сожалению, политических оппонентов Единой России как раз сводилось к этому. То есть предложения конструктивных, были ли от них какие-то предложения, вот эти, которые возьмут в работу? КПРФ отобрать, раздать, как обычно от олигархов отобрать, раздать, вывести из офшор, никаких ни цифр, никаких ни предложений нет. Провести референдум. Вы знаете, что проведение референдума огромное средство, но, тем не менее, вот предложение провести референдум, в котором практически один вопрос. Вопрос этот звучит, сейчас точно могу не назвать. Там ужасная формулировка, очень сложно понять, отвечать, да или нет. Да, вот с формулировкой, поддерживаете ли вы то, что пенсионный возраст, установленный в данное время, не может быть повышен. Ну, примерно так, да. Приблизительно несколько там формулировок, но примерно около этого. Один вопрос. Но внесение изменений пенсионного законодательства, законодательства, который требует комплексного подхода, не отвечает, невозможно, вот, как бы, ответить интересам всех людей. Повысить пенсионный возраст – это одно. А есть еще много-много других вопросов, которые надо решить. И референдум не ответит на эти вопросы. Это правда. И Шмаков, когда выступал про союзы, федерация про союзы, он сказал, что ни в коем случае нельзя проводить референдум по этому вопросу, потому что, извините, у врачей досрочный выход на пенсию, там есть, да, в селе 25 лет, в городе 30 лет, если они проработали, вот, если педагогов, то же самое, есть льготный стаж выхода на пенсию. А что-то, как они будут отвечать на этот вопрос? Вырванный из контекста вот всего законопроекта, этот один вопрос, он не ответит на все отчаяния и тревоги населения. Соответственно, есть ли смысл? Справедливая Россия. Из предложений у них было с 35-го года начать эту реформу. То есть, конечно, уже отложить, начать ее с 2035 года. С одной стороны, есть логика, что, наверное, те, кто приступит к работе вот сейчас, у них будут новые условия, они будут понимать, на что они будут, относиться по-другому к здоровью, вести другой образ жизни, наверное, так можно предположить. Но все цифры тех экспертов, которые называют, что если мы сейчас отложим проведение этой реформы, сейчас мы переложим ответственность на следующее поколение. И потом его решать будет гораздо сложнее. Но опять же возвращаемся в Кировскую область. Если у нас сейчас один к одному, то что будет дальше? Сейчас у нас, когда пенсионер, 60 лет мужчина выходит на пенсию, он продолжает работу свою, где-то 53% мужчин продолжает свою работу. Женщин 71% не оставляет свою работу. Если любишь свою работу, то ты хочешь работать на ней долго. Если тебе позволяет это здоровье. А вот давайте сейчас, там есть еще два предложения, как раз, насчет работы и того, чтобы работать на ней долго. Мы еще не проговорили про... Я вас прерву, но вы мне задали вопрос по отношению политических партий. Да, давайте ЛДПР еще. Ушла в сторону ЛДПР. Но выступление Владимира Вольфовича, это вначале спокойное, потом переходящее уже на крик. Это, соответственно, что все воры, всех обманули, кругом ложь, никаких референдумов, ничего не нужно. Но самое главное, что пенсионную реформу проводить не надо, потому что все уже разорвали и снова... Тоже категорически нет. Тоже категорически нет. Это что касается политических заявлений. Только Единая Россия выступила с конкретными предложениями, часть которых мы уже обсуждали, там есть еще другая часть, предложения по накопительной части, по наследованию этой накопительной части, по уменьшению возраста, по северянам. Нет, это очень интересно. Меня наследование очень волнует. По северянам то, что нужно оставить без изменения. Ну и то предложение, которое Единая Россия озвучила, это начать с себя и Государственной Думы, и членов Совета Федерации, чтобы эти преференции, которые были по выходу от пенсии, отменить. И осенью уже будет вноситься вот такие поставки. Еще раз. Ну-ка, что там с депутатами Госдумы? Все же говорят о том, что вот у них там пенсии у депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации. И Турчак Андрей Анатольевич, секретарь Генерального Совета партии Единая Россия, выступил с предложением начать с себя и отменить все преференции, которые пользовались депутатами Госдумы и членами Совета Федерации. Обратился также к тому, у кого уже есть такие преференции, в добровольном порядке, потому что закон обратной силы не имеет. А те, которые предполагаются, что выйдут в 19-м, начиная с 1 маврия 2019 года на пенсию, что у них уже законодательно такого права не будет. Они будут получать пенсию, вот начисление ее наравне со всеми гражданами. Вот такое было озвучено предложение. Но в процентах от зарплаты. Будет ли поддержанное? В процентах от зарплаты. Это тоже, мы обсуждаем предложение, это тоже предложение. Хорошо. Мы сейчас поговорим еще об ответственности работодателя. Или все-таки мы поговорим о наших предложениях, кировских? Давайте о кировских предложениях. Вот наше ЗАГС Собрание с чем выходило, помимо вот этой истории с сохранением льгот? Что у нас еще было? Если говорить в целом... Вот важные самые давайте. Большинство законодательного собрания, значит, депутатов законодательного собрания, а большинство это Единая Россия, тут уже никуда не денешься, концептуально поддержало то, что вносить изменения в пенсионное законодательство назрела необходимость, и это надо делать. Также было сформулировано предложение, чтобы ни одна социальная группа, которая имеет сейчас пенсионное обеспечение, не пострадала. То есть под этим подразумевалось, что там не было перечисления, потому что если перечислять все списки, я вот вчера разговаривала с пенсионным фондом, попросила у них списки тех льготников, которые уходят там в силу тяжести труда, уходят раньше, там это и в сельском хозяйстве есть люди, и в промышленности есть люди, которые уходят раньше. Кроме того, вот эти бюджетники у нас, врачи, творческие работники, у нас всего 8 творческих работников досрочно вышли на пенсию. Но это ведь тоже надо учитывать. Учителя, которых 4400 находятся на пенсии. Это предложение, чтобы никто не пострадал. Чтобы никто не пострадал из них, чтобы это означает, что вот выход на пенсию этих категорий людей, он должен остаться таким, какой им был до этого времени. Об этом профсоюзы говорили очень. Вот, из-за этого, я не знаю, кто-то трактует совершенно. Ну, кому выгодно не так трактовать, тот так и трактует. Кроме того, мы просили расширить перечень профессий и пересмотреть стандарты предоставления выхода досрочного на пенсию некоторых категорий. Которые тоже устарели, чем многие. С одной стороны, конечно, устарели. Они же давно уже эти стандарты были введены. Я вот сегодня была, собиралась в собрание председателя райкомпроса из работников образования, спросила, когда у вас введены стандарты. В 1925 году введены стандарты. Век назад. Да. А в некоторых профессиях, в которых я сейчас говорю о том, что у педагогов как раз ухудшились условия труда. Коллеги, мы вот это будем обсуждать в рамках программы «Дневной разворот. Дальше». Сейчас мы должны завершать. И только очень коротко, коротко, быстро сказать нужно. Ко второму чтению успеют проработать эти поправки? Вот, наверное, что случилось по окончанию вот этих парламентско-общественных слушателей? В результате чего, какой продукт получился? Вот это создание рабочей группы, которую возглавила депутат Госдумы Тимофеева Ольга Викторовна. И в нее включили всех представителей и общественной палаты счетной, и отраслевых профсоюзов, у которых эти предложения насущные есть. И представителей правительства, и комитетов, Совете Федерации, и гражданского общества, и общественных организаций, которые выступали. В общем, большая общественная группа вот такая, которая будет заниматься вот этими вопросами. И 17 сентября, они, по-моему, 17 сентября еще будут одни слушания в Госдуме, а вот 30-го, по-моему, они намечили заседание, когда они уже представят доработки, поправки в законопроект, они уже будут в юридической форме. Оформлены? Да, оформлены и представлены уже. И вот тогда мы будем понимать, что вот, наверное, вот это вошло, а все остальное пока нет. Галина Буркова, председатель комитета по социальным вопросам законодательного собрания Кировской области. Мы продолжим освещать работу над пенсионной реформой и на региональном, и на федеральном уровне. Спасибо за эфир. Анна Лапшина, Светлана Занькова. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин